У нас в инфекционной патологии мы очень часто сотрудничаем с нашими коллегами из других стран, потому что это все-таки инфекционные болезни, они имеют распространение, вызывают различные клинические проявления, и поэтому мы всегда стараемся обмениваться информацией, делиться опытом по подходам к диагностике, к лечению. И профессор Даганай, у него очень большой опыт по именно лечению сибирской язвы, и вот он предложил опубликовать совместную работу, и вот она является обзорной, состоит из трех частей. Первая часть, она посвящена клинической диагностике, клиническим проявлениям, ее вот как раз и писал профессор Даганай. А вторая часть, она посвящена вопросам диагностики, и третья часть вопросам лечения. Вот третья часть, это была моей работой. Вот в этой части я провела обзор, да, анализ опубликованных статей по сибирской язве, именно по лечению, там в зависимости от клинических форм. За последние 10 лет я как бы провела или обобщила вот эту информацию по клиническим формам, да, вот какие антибиотики наиболее часто используются, какая их эффективность, то есть по данным разных авторов. Вот такая вот обзорная статья была. Коснулась вопросов резистентности, потому что в последнее время поднимается вопрос именно резистентности бактерий к антибактериальным препаратам. Это вот появляется для инфекционистов и других специалистов. Это проблема такая больная, скажем, потому что приходится искать новые методы, новые подходы к лечению. В данный момент у нас проводятся исследования по COVID-19, конечно, потому что мы инфекционисты были в основном задействованы и у нас было очень много вопросов. И для того, чтобы найти ответ, вот мы сейчас проводим такие исследования. У нас есть исследования, проводятся по ВИЧ-инфекции, по гепатитам, потому что это вот актуально пока для Кыргызстана. Мы уберем такие темы во время COVID-19. Были затруднения, мы не знали, что это инфекция, да, как и весь мир. Мы тоже искали все методы, мы тоже читали. И уже к концу 2020 года у нас был клинический протокол, который содержал только доказательные методы лечения. И благодаря вот этому мы все-таки в 2021 году смогли выйти с меньшими потерями. Я считаю, что это наша заслуга, потому что мы все мобилизировались и смогли создать вот такое руководство, которое потом мы обучали по всей стране. Поэтому для меня, конечно, это любая инфекция, она всегда и важна, актуальна, интересна, да, чтобы самое главное вовремя диагностировать и правильно оказать лечение.